Зачем дорога, если она не ведет к храму? Кто-то всю жизнь задается этим вопросом, а кто-то старается сделать так, чтобы каждый обрел свой храм. По такому принципу живет руководитель строительной фирмы, президент Чувашского национального конгресса, депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов. В центре Чебоксар на улице Калинина возводится самый большой храм в республике, преподобного Сергия Радонежского. Его строительство началось больше года назад. Посильную денежную помощь оказывают организации, компании и прихожане. Николай Угаслов – один из тех людей, кому небезразлична судьба будущего храма. Помогал, чем мог – кирпичами, бетонными строительными смесями. И когда стал вопрос о смене генподрядчика, ответ был очевиден. Метрополит Чувашский и Чебоксарский, владыка Варнава, обратился ко мне неоднократно. Николай Федорович, вы нам очень сильно помогаете, у вас опыт работы есть уже, вы старый строитель с опытом. Давайте возьмите под свою опеку, под свой надзор и строительство этого храма. Я вас очень прошу. Мы у себя коллективы обсудили и приняли решение, что взять полностью под ответственность строительство храма. Тем более, что опыта в строительстве церквей у Николая Федоровича немало. Первый храм он возвел у себя на родине, в селе Држаном, что в Татарстане. В республике сейчас строятся еще три церкви – в Комсомольском, Красноармейском районах и в Чебоксарах. На вопрос, что им движет, меценат ответил, не задумываясь. Однажды я познакомился с монахом и спросил у него, что самое главное для человека. Он мне ответил «спасение души человека». И я спросил, что надо делать. Он сказал, храмы надо строить. И вот пришла мысль за свою жизнь построить семь храмов. Строительство храмов – лишь одно из направлений благотворительной деятельности Николая Федоровича. Особую роль он уделяет в социальной сфере. Угасовские жилые и микрорайоны – это не просто многоквартирные дома, а это кварталы с развитой инфраструктурой. Открыто два детских сада, на очереди еще три. В проектах предусмотрено строительство школ, стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и даже Ледового дворца. За счет компании благоустроен сквер имени Героя России Игоря Петрикова. Ее установлен памятник. Все и благоустройство очень важное значение имеет. Ну, надо все жить нормально, хорошо, комфортно. А для комфортного и хорошего благоустройства все должно быть для человека. Завод строительной керамики в Красноармейском районе, реконструкция здравительного лагеря «Чайка» и санатория «Чуваша». Все, за что не берется Николай Федорович, удается воплотить в жизнь. Сохранение культурных традиций и укрепление национальных связей – еще одна задача, которую перед собой ставят меценаты и президент Чувашского национального конгресса. Человек живет своей значимостью. Когда мы кому-то нужны, когда мы что-то можем делать, этими живем востребованностью. Если мы не востребованы, тогда жизнь не та уже. Таких людей, как Николай Лугаслов, немного. Он и бизнесмен, и политик, и меценат. Во голову угла он ставит нужды и потребности людей и вкладывает в свои проекты не только денежные средства, но и душу. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.